Привет, друзья! Сегодня гость нашей рубрики Геннадий Семенович Деморчев, генеральный директор агрофирмы Гастагай, крупнейшая фирма в станице Гастагаевской, обрабатывает более 2000 гектаров башни, около 50 рабочих мест. Кстати, он тоже переселенец. Расскажите, пожалуйста, как вы в Гастагае-то отчутились и как давно? Мы все выходцы из СССР. Когда-то кто-то жил в союзных республиках. Я родился и вырос в Грузии, в Грузинской СССР. 76-е, 81-е годы учился в городе Гульяновске, роде нашего великого вождя, калитарята. После служил в вооруженных силах Российской Федерации, земельно-ракетных войсках. Окончил институт. И по распределению в Гастагаевске? Нет, по распределению я работал в Ульяновской области, потом пожелал переехать в Кубань, в Благодатную, Край, Благодатную. И там были определенные климатические условия, которые детям было там тяжело жить. Не подходил климат. Мне пришлось вынужденно переехать сюда. Я оказался в Станице Гастагаевской в 86-м году, 13-го октября. И по сегодняшний день живу и работаю в Станице. Одна из красивейших станиц города Куртанапа и, наверное, можно сказать, и России. Геннадий Семенович, ну более 30 лет вы в Гастагаеве. Вы стали своим человеком в Казачьей Станице? Но я, если быть более объективным, я все равно считаю себя тоже приезжим. Но в себе я никогда не ощущал ни с первого дня, ни сегодня о том, что ко мне относились бы как приезжим или как человеку, не родившись в Станице Гастагаевской. Хорошие, теплые, дружеские отношения. И вообще целая атмосфера Станицы в этом отношении довольно-таки нормальная. Нету здесь ни межнациональных вопросов, нету этнических вопросов, нету религиозных вопросов и нету вопросов, кто бы откуда ни приехал. Особенно в последнее время Станица развивается. Если в 86-м году проживало в пределах 10,5 тысяч человек, сегодня около 15 тысяч человек живет. Конечно же, не все, родившиеся и выросли в Станице Гастагаевской. Очень много гостей, приезжих со всего Российской Федерации и, наверное, с ближнего зарубежья, с бывшей СССР. Ну вот вы грек. Да, я грек. Вы грек. И горжусь этим. Но греков-то мало в Гастагае. Ну, когда-то все эти земли осваивали греки, все побережья Черного моря, в том числе и в Гастагае проживало очень много греков. Да. Ну, по поводу судьбы кто-то выехал, кто-то остался жить, кто-то с других мест приехал. И греки, и другие националисты. Виноградары мне рассказывали, что до сих пор находят монеты греческие, черепки. Практически все поля, мы даже что обрабатываем, во всех полях раскопки, пашем плугом выходят греческие раскопки. Ведь все земли, которые осваивали, работали, ну, жизнь сложилась так, что кто-то выехал, кто-то новые приехали. Потом все были под игом этого самого... Турецким игом? Да, конечно. Да, было и такое, да. Конечно. Потом русская армия уже всех вышибла отсюда. Да, ослабила, да. И сам город Анапа, где вот мы проживаем, в Анапском районе, назывался раньше Горгипия. Горгипия, да. Потом стала Анапой. Ладно. Геннадий Семенович, ну, к нынешнему положению, вот в вашей агроферме требуются люди, работники? Ну, и нашей агроферме, и целом сельскому хозяйству города-курорта Анапа требуется большое количество людей. Здесь есть поле для развития. Это и овощеводство, и животноводство, и другие виды. Но в последнее время почему-то в селе очень мало остается людей работать. Больше привлекает курорт, как город. И основном люди идут туда. Сегодня потребность, если взять чисто в механизаторах, в самом городе-курорте Анапа, ну, в пределах, я думаю, как минимум человек 100. Нашему предприятию нужны квалифицирования именно специалисты в этом направлении, человек 12-15. Мы могли бы завтра же трудоустроить их. Ну, это, то есть, механизаторы, трактористы? Механизаторы, да, и водители тоже. И это такое же положение во всех практически сельских территориях. Последняя причина основная, последние 10-20 лет в городе-курорте Анапа, и, наверное, во всей России была такая тенденция, готовили мало специалистов именно таких профессий. Больше готовили в институтах юристов, экономистов, бухгалтеров. Сейчас сегодня юристов больше, чем механизаторов. То есть, в принципе, вам требуются не только механизаторы, но и агрономы, и технологы. Ну, хорошие специалисты требуются, конечно же, да, отвечающие тем требованиям, которые сегодня нужны. А вот такой интимный вопрос, а какая зарплата трактористов, водителей? Сельство вздельное. Хорошие механизаторы, особенно летний период, зарабатывают довольно-таки прилично. Ну, может быть, что в моем понятии, как сельскому жителю, это прилично. 50 и 70 тысяч могут зарабатывать. Зимний период, конечно, поменьше. 20 тысяч, 25 тысяч. Ну, те кадры, те люди, которые работают, те получают. Но если человек приходит на работу ради того, чтобы чиститься, что он где-то шел в трудовой стаже и не работает, соответственно, у него зарплата низкая. Но сегодня это, не знаю, практически нет человека, чтобы меньше тысячи рублей зарабатывал. Даже не очень квалифицированный человек. Меньше тысячи в день. Да, в день, нет таких практически. Но если 22 рабочих дня, это уже более 20 тысяч рабочих. Это, как его, заработная плата. Владимир Семенович, потому в курсе делал во всем Анапском районе, во всех 10 сельских округах, потому что является председателем комитета городского совета депутатов по развитию сельских территорий. И агропромышленного комплекса. И агропромышленного комплекса. То есть, буквально всех фермеров знаете, предпринимателей? Ну, всех не знаю, но в целом, да, более-менее знаком практически многими, да. Ну, сегодня очень большое поле действия нашим крестьянско-фермерским хозяйством. Им выделяется сегодня по линии края бесплатно земельные участки. Лишь бы они работали, и большие субсидии дают на развитие виноградарства, тепличного хозяйства, разведение животных. Практически наши кубанские законы позволяют сегодня в селе полноценно развиваться и иметь свое дело. То есть, вы хотите сказать, в Анапском районе есть какие-то земельные участки, да, краевого... В Анапском районе сегодня очень много фермеров, которые получили земельные, надели бесплатно края, краевые земли, которые есть. Ну, я не скажу конкретно, кому сколько гектаров. Кто-то 20 гектаров получил, кто-то 40, кто-то 3 гектара получил. В зависимости от полидеятельности. Но, кроме этого, они получают большие субсидии на закладку виноградниковых, на закладку сада, на теплицы, закладку теплиц, разведение животных. Сегодня, если взят животных на каждую стельную нетель или корову, племенную, 50% государства возмешает. Ну, какие условия еще нужны для того, чтобы заниматься? А, на приобретение. На приобретение, да. То есть, когда он покупает за 20 тысяч, скажем, да? Да, 10 тысяч государства возвращаем. 10 тысяч возвращаем государство. Хорошо. А вам, хлеборобам, какие-нибудь есть? Хлеборобам нам, ну вот, до 2017 года была тоже погектарная поддержка. Вот у меня 2,5 гектара. На каждый гектар выделялись краевые и федеральные фонды на поддержку. На элитные семена. Это когда элитные качественные семена на приобретение. Это и кукуруза, и пшеница, и другие виды. Но в этом году пока еще не получили. Но надеемся, что будет выполнено. Ну, они обычно... Есть и проблемы в сельском хозяйстве. Ну, это не столько виновата Амапа и Краснодарский край, сколько этого, я считаю, что на федеральном уровне надо решать. Сегодня очень высокие цены на горюче-смазочные материалы. Сегодня литр солярки достаётся фермерам, большим коллективным хозяйством, занимающимся агропромышленным комплексом, выращиванием селхозпродукции. По 38 и больше рублей. Один литр солярки. Это, конечно, большая диспропорция цен. Если пшеницу покупают по 9 рублей, максимум 10-11... Пшеницу продаёте вы. По 9 рублей, 9,5 рублей. Вот сегодня больше не дают цену. А солярку приходится покупать по 38 рублей, 40 рублей. Один литр солярки. Но если взять добрые времена, о чём мы говорили, о том, что мы все из СССР, тогда литр солярки приравнивался к килограмму зерна по стоимости. Было 4 копейки. Это литр солярки и 4 копейки был килограмм зерна. И, соответственно, сельское хозяйство имело большую поддержку и могло развиваться так, как надо. Сегодня я немножко тяжело в этом направлении. Но думаю, что в будущем обратят внимание и правительство. На село. На село, да. Да что там, не верится с трудом, а не обращать внимание на Москву больше. Нет, нет, обращают, обращают. Потому что есть такая поговорка русская. Кто не кормит свою армию, то будет кормить чужую. А сейчас, кто не поддержит своего товаропроизводителя, то будем всё покупать за границей. А это не совсем выгодно. А вот по подготовке кадров. Вот в прошлом году я знаю, что вы организовали курсы. Да, сегодня в городе Крольт-Анапад действует два учебных центра, которые готовят механизаторов. Это очень приятно. Но до такой степени мы отучили людей о том, что нету, что сегодня очень тяжело их уже не привлечь, чтобы там ходили и учились. Хотя есть и возможность им учиться по линии соцзащиты, даже на бесплатной основе. Те люди, которые не работают, готовы через соцзащиту провести платежную оплату, чтобы они учились. Или центр занятости, да? Через центр занятости может оплатить. Да, что можно получить такую профессию. А сегодня эта профессия очень нужная. Сегодня механизаторы очень хорошие кадры имеются в виду, что потребность у них очень большая. И сегодня техника, практически много очень иностранной техники. И на этой технике приятно и работать, и удобно работать. И комбайны, и другие. Очень много иностранной техники уже приобретается нашими аграриями. Насколько я знаю, ваше хозяйство лучшее в районе, да? У вас же собственные комбайны есть. Ну, лучшее, это немножко высоко сказано. Но одно из таких перспективных предприятий, да, у нас комбайновый парк и тракторный парк. Мы полностью свои земли обрабатываем своими силами. Правда, вот о кадрах. Иногда к кадре нам приезжают и иностранцы. Это из Узбекистана, из других, из Молдавии. Ну, получают люди патенты и, соответственно, работает тот срок, который им нужен. Конечно, свои были бы, намного легче было бы и нам, как руководителям, непосредственно работать своими кадрами, чем иностранцы. Ну да, иностранцы. Есть определенные условия, там... Оформление иностранцев и замучающихся, да? Не всегда соответствуют их удостоверения механизатора, машиниста, согласно нашим технодзорским требованиям, что не международного направления вот эти удостоверения. Есть такие вопросы, такие проблемы есть. Ну, а вот люди, которые собираются переезжать, переезжают, они к вам устраиваются? Кто-то задерживается или так вот перекантуются первое время и уходят? Ну, вот практика показывает, что те люди, которые приезжают даже из России, из других областей, краев, больше уходят в курорт, работают. Ну, видимо, считают, что там легче работать за такие же деньги, наверное. То есть деньги, в принципе, те же, да, но график работы полегче? Да, конечно, в сельском хозяйстве чуть-чуть тяжелее работать. Это надо любить, выраживать хлеб или овощи, или другое третье. Ой, Геннадий Семенович, ну, сегодня я был на вашем поле, там же палево 45 или 50 вообще на солнце, напрямую. Ну, 50 нет, 35 где-то градусов. Да, и 35 к тени, что вы прекращаете? Ну, мы все хотим, ведь, когда настали булочки, хлеб, каравай, а это кто-то должен выраживать, вот нам и приходится эту работу тащить. Расскажите, какая урожайность сегодня показывает? Ну, сегодня телом по хозяйству тяжело говорит, какая будет, но начало пока показывает за 50. За 50. За 50, да. Ну, последние 5-6 лет, которые, если взять средний урожай, у нас 52-54 центнера по хозяйству. Ну, я думаю, что в этом году тоже вели на урожай неплохие, но в этом году чуть-чуть у нас погодные условия подвели в отношении того, что практически дождей не было, была засуха. И, соответственно, мы могли бы больше получиться. Ожидаем урожай, но пока так. Что бы посоветовали людям, которые собираются переехать, жить, работать в Анапу? Люди же разного возраста едут. Едут как пенсионеры уже заработавшие стаж, а у них дети там среднего возраста или младшие. Что-то учить. Ну, здесь тяжело советовать. Здесь должен быть, каждый должен видеть, что хочет из Анапы или из другого города, куда переезжает. Как видеть свою дальнейшую жизнь, в каком направлении. Ну, вот так. Ну, а так, конечно же, я сам приехал с Ульяновской области. Там климатические условия Анапы и Ульяновской области, конечно, разные. Анапа и Краснодарское крае село – очень привлекательное место. Ну, я скажу, что куда бы кто бы ни поехал, везде надо трудиться. Просто так. Даже рай только в своих руках. Будешь делать – будет получаться. Будешь надеяться на то, что дядя будет делать – не будет такого. А что, Анапа прям такой лечебный климат какой-то привлекательный? Нет, я сказал, Анапа да, лечебный климат. Вот здесь ездят, да. Ну, даже вокруг моря поблизости походить – это йода, очень большое содержание. Это даже дыхательные пути, другое, третье. Это очень полезно, да. Но, несмотря на это, приехать месяц отдохнуть – это одно, а жить постоянно и работать – это другое. Надо найти себя. Куда бы ты ни уехал, от себя не увидишь. Надо, приезжая, знать о том, что надо работать. Только работать. Спасибо большое. Работать и творить. Ясно. Добро. Спасибо. Ну, сейчас снимем немножко директора на работе. До съемок. До встречи. До встречи. Вот, везет на карту. Субтитры сделал DimaTorzok